Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, новая недельная глава Балак. И хотя в воскресенье мы обычно больше млайсы рассказываем, я сегодня хочу немножко о другом провести урок. О Машехе. Знаете, очень много говорят, ждешь ли ты Машеха, ждал ли ты Машеха, а чего мы его должны вообще ждать? Что такое Машех? Кто-нибудь задавался этот вопрос? Я совершенно замечательное рассуждение, читал об этом главного района Петербурга Перзнера, о том, почему нам на небесном суде вообще зададут этот вопрос. Просто написано, что именно его нам зададут. Первый источник, в котором говорится о приходе Машеха, это наша недельная глава, глава Балак, которую мы читаем на этой неделе. Что интересно, что пророчество Машехе сказал Билан, не просто не еврейский пророк, а яр антисемит, который как бы ненавидел еврейский народ. Его пригласили, чтобы проклясть народ, но Всевышний вложил в него устал совершенно другие слова, и он сказал, вижу его, но не ныгем. Смотрю на него, но издалека взойдет звезда от Якова и встанет скипетр от Израиля. Это самые известные и сильные слова. Вообще вера в приход Машеха это важнейшая основа иудаизма. В Талмуде в трактате Шаббат сказано следующее. Душа человека, представшего перед небесным судом, получает несколько вопросов всего. Никто не спрашивает себя, как ты добился ли ты, стал ли ты чемпионом, пробежал ли ты, прыгнул ли. Они говорят, выделял ли ты постоянное время для изучения Тора, честно ли соблюдал свои дела, создал ли семью, родил ли детей, ждал ли Машеха. Вот такие вот вопросы. Все. Вообще написано, если ты утвердительно ответил, ты попадаешь в рай. Если с первыми тремя вопросами все более-менее понятно, то последнее кажется странным. Почему ожидание Машеха становится измерилом того, что человек жил достойно или недостойно? Более того, это настолько серьезно, что Рамбам, великий Рамбам, в труде законы царей, написал, что тот, кто не верит в приход Машеха или не ждет его прихода, отрицает слова Тора и Машеха. Почему? Почему мы должны ждать Машеха, жить с ощущением вечной нехватки, несовершенства бытия? Казалось бы, в наших дней еврейская жизнь очень налажена. Нет уже таких сложностей в другие эпохи. Мы можем соблюдать Тору, в основном не соблюдая гонений. Что же тогда не хватает? Или вот давайте иначе спробулируем вопрос. Что нового придет в мир с приходом Машеха? И Рамбам объяснил нам, чего мы ждем и что произойдет. В это время не будет голода, не будет войн, не будет зависти, не будет соперничества. Потому что благо будет в изобилии, и все будет хорошее, доступно как песок. И это не главное совершенно. Главное то, что Машеха вернет нам жизнь по законам Торы. Потому что жизнь по законам Торы есть максимально приближенная к Всевышнему, что является главной целью. Это царь, который построит храм, соберет растеянных по всему миру в одну страну. Вернутся все законы, которые будут принять год, швы, и все-все-все вернется. В Туре 613 заповедей, но большую часть из них мы не можем исполнять сегодня, потому что нет храма. А ведь вокруг храма была построена вся жизнь. Если человек хотел выразить благодарность Богу, он приносил благодарственную жертву. Если, не дай Бог, совершил что-то не так грехочистительное, вырастил урожай, приносил храм первые плоды. В праздники Иерусалима приходила вся семья. И главная задача Машеха не обеспечить нам сладкую, беспроблемную жизнь, а дать возможность соблюдать всю Тору. Мы тогда поймем, что такое, какая сладость в том, чтобы соблюдение Торы. Легкая жизнь это не более чем техническое условие для того, чтобы мы могли соблюдать Тору в дальнейшем, в полноте во всем. Согласно философии вообще хасидизма, с приходом Машеха в мир придет совершенство. Наконец все замкнем, мы все увидим, почему было так, почему я так. Мы получим зримый ответ на все наши вопросы. Мы узнаем, зачем Бог создал человека, какой в этом смысл. Написано в Меддрашен Танхума, что Бог хочет обрести жилище в Нижнем мире и хочет жить вместе с нами в этом мире. Но Он не может с нами такими, как мы есть, жить. Просто невозможно нам самим, не то, что Бог будет. Все это меняется потихонечку. Идя до, нам кажется, что два шага назад не так. Сегодня мы не можем выполнять задачу как следует. В нашем мире идет постоянная борьба между добром и злом, между святостью и нечистотой. Мы не можем быть полностью со Всевышним. Мы не способны все время ощущать присутствие Создателя. Но когда придет Маше, все это поменят. Мы обретем жизнь, написанная со Всевышним и всей ее полноте. И тогда уже в пору будет спросить, не зачем нам нужен Маше, а зачем нужен был Галут, зачем нужно было время изгнания, время, когда невозможно полностью реализовать свой потенциал. С приходом Маше мир обретет полноту и совершенство. Вот поэтому мы ждем Маше, и поэтому уволимся о его приходе каждый день. Брахава Ацлахам.